Наша первая цель построения сильного общества. Единство, чувство сплоченности, школьный дух для нас очень важны. У нас действует политика открытых дверей. Во-вторых, я бы отметил доброжелательную атмосферу в школе. Ее ощущают и ученики, и родители, и педагоги. Мы создаем благоприятный климат и безопасную среду. Третье наше преимущество – индивидуальный подход к каждому ребенку. Дети получают необходимые навыки для будущей жизни, и, что немаловажно, удовольствие от обучения и получения новых знаний. ДАФГРИН открылась в 2014 году. Мы начинали как маленькая частная школа на 30 учеников. Сегодня у нас 440 школьников. В жизни школы активно вовлечены и родители учащихся. Школу мы выбрали изначально, это было уже, получается, 5 лет назад. Нам очень понравилась домашняя атмосфера, то, что школа маленькая, в школе все знают друг друга, что отношения между учителями и детьми очень дружественные. Директор школы на то время знал всех детей по имени, потому что школа тогда только открылась. Это было очень важно для маленьких детей, которые, в общем-то, переходят с этапа, так сказать, домашнего обучения сразу в такое большое серьезное заведение. Поэтому нам понравилось, что дети не чувствовали здесь себя потерянными, к ним было очень много внимания, и вообще мы очень довольны. Вначале моя старшая дочка здесь училась, потом средняя. Ну и вот, очень надеюсь, что в следующем году младшая тоже присоединится. Все наши преподаватели из Великобритании или получившие там образование. Мы ведем обучение по британской программе. Как и в других школах УАЭ, у нас 8 основных предметов. Английский, математика и науки. Арабские, исламские дисциплины, общественные науки. Дети, например, изучают историю УАЭ. Есть программы нравственного воспитания, где детям прививают этические и моральные ценности. Они пригодятся в жизни. Также в числе предметов – история, музыка, искусство, танцы, физкультура. Мы уделяем огромное внимание развитию мышления и навыков общения с окружающими. Используем систему шляп-де-бона, ментальные карты, метод привычки ума. Все они помогают развить у ребенка навык независимого мышления. Концепция нашей школы – растем и развиваемся вместе. От директора школы до школьного водителя, родителей, административного персонала, педагогов и учеников. Мы все чему-то учимся. Растут не только наши рейтинги. Мы растем и духовно. Каждый из нас. И как гражданин этого мира, и как личность. На этапе «primary school», то есть начальная школа, для детей очень важен элемент игры. Как вы можете видеть, дети свободно играют на улице. Они очень много учатся через игру в классе. В пять лет дети уже читают. Читают, и читают неплохо. Это помогает организовать время дома. Потому что уже когда ребенку 6-7 лет, ты ему не говоришь, иди посмотри, иди почитай книгу. Что, конечно, для наших стран немножко необычно. А для британских системы образования это, в принципе, стандарт. И что еще очень важно, это раннее образование. Это помогает выявить всякие особенности, которые могут быть у ребенка на раннем этапе. Потому что, когда ты начинаешь обучать ребенка словам и буквам рано, то если какие-то вопросы, то ты это, соответственно, рано замечаешь. И всегда можно помочь ребенку в тех этапах обучения, где ему нужна помощь. После трех лет работы школа в Дубае проходит проверку ки-эйдж-деэй. Школа может получить оценку слабая или приемлемая, хорошая, очень хорошая и отличная. Наша оценка в данный момент хорошо. Ближайшая цель стать очень хорошей. Мы движемся к ней хорошими темпами. Большинство наших учеников из района Дубаин-Вестмэн-Парк. Однако дети приезжают из районов Арабиан-Ранчес, Джумейра, Гульф-Эстейт, Типо, Мальбарша, Марина. Многие добираются до школы пешком или на велосипеде. Кого-то привозят родители. Также у нас есть 12 школьных автобусов. Они довозят ребят до школы и обратно. В обычное время мы предлагаем множество внеучебных активностей. Это не только спорт. Футбол, крикет, регби, нетбол. У нас есть кулинарный клуб, арабский. К сожалению, сейчас из-за ковида мы вынуждены сократить внеучебную программу и сконцентрироваться только на академической части. Но надеюсь, в начале следующего учебного года эти занятия возобновятся. У нас регулярно бывают инспекции по соблюдению мер безопасности. Мы их с успехом проходим. Школа предполагает возможность дистанционного обучения, но большинство ребят все же приходят в школу. На домашнем обучении сейчас всего 5 учеников из 440. В начале каждого дня всем детям и персоналу измеряют температуру. В классах соблюдаются дистанции полтора метра, а между партами стоят разделители. В классах для младших учеников от 3 до 5 лет по 10 человек все носят маски. Мы создаем в школе безопасную и доброжелательную атмосферу. Мы формируем максимально комфортную среду, чтобы дети учились с удовольствием. Редактор субтитров А.Семкин